добрый вечер уважаемые любители рок-музыки опять мы едем по вечерней москве в пятничный вечер после трудового рабочего дня напахались а куда мы едем спросите вы а едем мы хоть немножко отдохнуть и пригласили нас на концерт очень приятной приличной группы который называется сироткин которая будет выступать на арт-пространстве флакон по улице большая новодмитровская дом 36 кто такой сироткин и что это за группа с такой фамилии названа она по имени ее лидера сергея сироткина создана группа в 2015 году сергеем сироткиным который родился в новосибирске там и вырос но затем приехал в москву покорять столицу и сейчас он московский музыкант группа практикует стиль под названием инди-рок для тех кто слышал это название но не знает точно что это такое я немножко объясню что это инди-рок это стиль музыкальный рок-музыки которая появился в конце прошлого века в 80-е годы в британии и означал он не индийский рок как многие думают а именно independent rock от слова independent независимый рок и действительно музыканты этого стиля противопоставляли себя мейнстрим противопоставляли себя массовой культуре они играли более спокойную музыку перегруженными гитарами и использовали такие лиричные тексты в америке этот стиль подобный стиль назывался альтернативный рост на самом деле это синонимичное понятие с развитием а музыки эти понятия перемешались по сути дела и музыканты понимают под ними одно и то же более того как к этой смеси примешался еще и андеграундный рок который подвальный который воспевает маргинальные группы они тоже противопоставляют себя массовой культуре мейнстриму именно в этом они близки ментально близки этим эти стилю по мере развития техники технологии особенно компьютерных развития интернета социальных сетей и соответственно развитие доступности и записи музыкальных произведений и их распространения индий рок стал еще более популярным и он начал приносить коммерческий успех этим группам он стал коммерчески успешным и соответственно поменялось немножко его смысловое наполнение это уже не просто противопоставление мейнстриму и массовой культуре можно сказать что инди рок и альтернативный рок это тоже мейнстрим рок музыки потому что слишком много людей любят эту музыку готовы за нее платить поэтому немного другое наполнение появилась у инди рока это такая я бы сказал изящная мягкая плавная музыка спокойная без перегруженный гитар без агрессии с очень лиричной поэзии эта музыка не примитивная подобно панк року простейшему это все-таки музыканты пытаются сделать сложную музыку с добавлением вкраплением элементов другой стилистики и поэтому она интересна и так таким образом интересно конечно же и группа для меня группа сироткин потому что я люблю такую музыку не простейшую не примитивную а там где прочитывается и музыкальная мысль и мысль поэтическая вот у сироткина все это присутствует я его не стараюсь перехвалить потому что я слышал его в записи только студийные и поэтому мы специально приехали на концерт чтобы послушать как они звучат живую потому что вы знаете гладко было на бумаге то попались овраги так и здесь можно рассказывать о себе и студийно исполнять красиво все а как это звучит живую надо послушать в реалиях поэтому мы едем на этот концерт но там посмотрим вот так вкратце и поделимся с вами своими впечатлениями концерт группа сироткин ну почти как волощук только волощук а еще sd просто сироткин и судя по вот этому скопление людей это достаточно популярным грани различий между стилями в ров музыке не очень условно вообще в искусстве грани между стилями различными не очень условны потому что я думаю что обычный человек с трудом отличит а я думаю что вообще не отвечает трэш металла от спид металла или готик металла или от того же хардкора или мэталкора все для него сливается в одно потому что различие между ними это минимальное то и вообще их нет. Инди-рок, он просто в записи. Человек может сесть за компьютер, взять программное обеспечение, ну, на гитаре что-то напеть и сочинять. Сироткин так и рассказывает, что он именно так и сочиняет. На гитаре что-нибудь напоет, а потом на ноутбуке все это потом забивает туда басы, другие инструменты и получается песня. Ну, потом уже, я понимаю, в студии уже делают более-менее качественный звук. Это простота сочинения, записи и простота, и возможность выплеснуть свое творчество на публику, привело к тому, что этот стиль стал очень популярным и я повторюсь вам, обратите внимание, это не тяжелый рок, это не хэви-метал. Люди пришли сюда не сломиться, они пришли послушать инди-рок. Послушаем, а потом подведем итоги. Мы уйдем из комнаты, когда все спят, и в коридорах нет никого, кто бы узнал и заметил. Мы на крыше, и нас не пойдут таскать, синим морем над головой смотрим огни в головах навсегда. Без с аптечным диском в оглаках украдется закат в движении его в тунных мысли. И обратите внимание, я аплодирую владельцам клуба Урбан, это их мероприятие, сделали летнюю веранду. В Урбане нету, там они закутки чипс, а здесь прекрасно, и есть и брускетки, и винное плато, и бургеры, и прекрасные напитки, какие напоминают колу. Ты вечно в мозге, я стал бояться затем. Мы все с нами, полет чисто, все, что мы знали, снилая вода. Путаться мы в ракзанах, путаться в одеядах. Ну расскажем, где ты, звезды и планеты, я лечу как птица, я быстрее ветра. Не ходи в других берег, не невыносимой. В розвесковой краске, в зубном стену, В заклеенной мерке, в двойственной ранее. В улице выцелили ли вы? А ты что-то, а твой стиль левый? И я, и ты, слушай и молчи. Я не верю домой, ты из нежной Москвы. Я не верю домой, я смотрю на твой мир в свет. Привет, привет, я звоню на твой мир в свет. Мне понравился сегодняшний вечер. Желаю успехов в группе Сироткин. Ну и подводя итог своим небольшим размышлением, я хочу сказать следующее. Вы знаете, меня удивляет, удивило, что на такую музыку собрались тысячи людей. Потому что в моем понимании, знаете, музыка open air, фестивальная музыка, она должна передавать в первую очередь импульс телу, чтобы ему хотелось двигаться. Здесь же люди стояли, они не танцевают. И у них не возникало желания. Этого импульса не было со сцены, которая заставляет людей двигаться в такт музыки. Поэтому эта музыка передавала импульс только мозгу. Я же хочу в своей музыке, в своем новом хард-роке, соединить импульс и телу, и мозгу. Потому что, вы же знаете, что нет на самом деле разделения на бытие и сознание. Нет разницы между мозгом и телом. Есть мыслящее тело живого человека. Поэтому мы будем совмещать и ритмичную, заводную музыку и глубокие тексты. Вот это и есть наша концепция хард-рока. Мы будем брать лучшие вот этих вот стилей арт-рок. В первую очередь, арт-рок, прогрессив-рок, инди-рок. И в то же самое время мы будем брать лучшие из передовых вот этих стилей хэви-металла. Их технику высокую, их скорость, их мощь. Вот это попытаемся соединить. Это и есть концепция нового хард-рока рок-группы Вала Щука СД. Всем до свидания. Мы поехали на дачу. Доброе утро, уважаемые любители рок-музыки. Хочу вернуться к вчерашнему мероприятию и вкратце рассказать о своих мыслях и впечатлениях, навеянных этим концертом. Но начну с объяснения того, почему я давно хотел сходить на концерт Сироткина. И чтобы лучше понять мое желание, надо послушать песню «Бейся сердце, время биться». По моему мнению, эта песня мало того, что сделана безупречно с музыкальной точки зрения, и по качеству звука, и по аранжировке, и по гармонии, но в ней еще заложено громадное внутреннее напряжение молодого человека, охваченного и подавленного чувством опасности и несправедливости этого мира. Человека, поставленного самой жизнью перед неминуемым решением экзистенциальных проблем или-или, быть или не быть. Слушая эту песню и смотря этот клип, становится по-настоящему страшно за главного героя. И это внутреннее напряжение, дополненное пониманием невозможности помочь этому молодому человеку, передается тебе, несмотря на ни громкий, ни агрессивный характер песни. И мысль, что в жизни никто не поможет нам, кроме нас самих, мысль, которой мучительно приходит каждый думающий человек, Сироткин очень талантливо, на мой взгляд, выразил словами «Все, что страшно потерять, надо потерять». На мой взгляд, это выдающаяся песня, очень хорошо характеризующая и уровень таланта Сергея Сироткина, и сам стиль инди-рок, который предполагает это внутреннее напряжение, замаскированное ни громким, ни агрессивным характером музыки. И на концерте вроде бы было все неплохо, все вроде бы соответствовало характеристике инди-рока, спокойный, негромкий, неторопливый и не агрессивный характер музыки, с такими же не агрессивными, меланхоличными текстами. Но уж чересчур спокойно, плавно и статично выглядело и звучало все это действо на сцене. Не было напряжения в этой статике, присущей, как я уже сказал, этому стилю. Напряжение, которое хорошо умеют передавать лидеры, законодатели этого направления в музыке, начиная с Radiohead, Blur, Garbage, Coldplay и других, умеющих за внешне спокойным характером музыки и не агрессивным поведением на сцене, создать ощущение сдерживания бушующих страстей, ощущение пограничного состояния в душе маленького, неприметного, тихого, интеллигентного человечка, внутренне протестующего против несправедливости этого мира. Ведь именно к таким людям обращена эта музыка. Именно их мироощущение она выражает. И именно этим ценен стиль инди-рок. Музыканты группы Сироткин, на мой взгляд, в этом концерте, в отличие от своих же студийных клипов, не смогли создать ощущение этого внутреннего напряжения, присущего инди-року. Они просто спокойно и правильно, не сбиваясь, отыграли придуманные партии. То есть, мужики честно, но дежурно отработали написанный материал. Поэтому все звучало однообразно, без перепадов и нарастания эмоций, требующих выхода. Одна песня незаметно перетекала в другую. И у людей, незнакомых с их творчеством, которые, к примеру, пришли со мной на этот концерт за компанию, создавалось впечатление неразличимости этих песен. Все для них звучало, как одна единственная длинная песня. Может быть, это было связано с тем, что у Сергея Сироткина было простужено горло, о чем он заявил в ходе концерта, и поэтому не смог выложиться и создать это напряжение. И даже попросил у публики таблетки. Мне рассказать, что у меня болит горло, или до последнего надо? Но факт остается фактом. Внутреннего напряжения, присущего этому стилю, на концерте не было. Все прошло буднично и спокойно, с длинным рассказом несведущей публики о том, что такое Каподастр, имевший неосторожность упасть на пол. Я потерял Каподастр. Я нашел Каподастр. Кто не знал, это Каподастр. И публика, которая, я уверен, знает и любит музыку Сироткина по напряженным текстами клипам, просто стояла и полтора часа спокойно смотрела и слушала это музыцирование, периодически качая руками над головой с включенными фонариками в смартфонах. Ну, раз пришли на модную группу, то надо же показать понимание тонкости душевных движений музыкантов, играющих в стиле с таким загадочным названием. С таким исполнением инди-рока становится понятным, почему хэви-металисты считают этот стиль музыкой бесхребетных школьных ботаников, не способных на яркие эмоции и сильные поступки. Так что вот такие вот впечатления у меня после концерта и надеюсь, что я своими честными словами никого не обидел. Всем пока! Мысли вслух Точны и честны Мысли вслух О том, о сём Интересны Мысли, если Сказаны Малащуком 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 Малащуком